Уважаемые участники конференции, среди различных проблем в инфектологии важное место занимает проблема терапии тех или иных инфекционных заболеваний. И это связано с особенностями микроорганизма, связано с лекарственными средствами, ну и основные проблемы, а также в зависимости от особенностей макроорганизма. Ну и со стороны макроорганизма это особенности этиопатогенов, это активизация условно-патогенной флоры, это различные ассоциации возбудителя. Также это связано с устойчивостью различных штаммов к антибактериальным препаратам, комментировать не буду. Также важное место занимает это изменение фармакодинамики и также целый ряд других причин. Это андергические реакции, токсико-токсические воздействия и также факторы, зависящие от макроорганизма. Это заставляет искать новые возможности лечения больных вирусными и бактериальными инфекциями. На рынке в Украине появился новый препарат КГЦЛ, это индуктор интерферона. Это высокомолекулярное соединение, синтезированное на основе натриевой соли, карбокси-метилцеллюлезы и низкомолекулярного природного полипофана полифенола ГОСИПОЛа. Это новый индуктор интерферона растительного происхождения, который разработан в НИИ эпидемиологии имени Гомолея в Москве. Совместно с учеными из Академии наук Узбекистана, это производство ООО «Неармедик плюс», относится к классу полифенолов и при этом у препарата отсутствует антигенная активность. Препарат подавляет репродукции значительного количества вирусов, в том числе это и орто, и микса, и герпес-вирусы, пикорные вирусы и другие вирусы. Также препарат обладает выраженным радиопротективным действием, антибактериальным и иммуномулирующими свойствами. Фармакологические свойства препарата. Препарат является мощным индуктором интерферона. Препарат вызывает образование в организме позднего интерферона, являющегося смесью альфа, бета и гамма интерферонов, которые имеют высокую противирусную активность. Причем продуцируется альфа и бета интерферона во всех популяциях клеток, которые принимают участие в противирусном ответе организма. В макрофагах, гранулоцитах, естественных, киллерах и так дальше. Важно отметить, что в кишечнике максимум продукции интерферона отмечается уже через 4 часа. И в сиротке крови титр интерферона достигает максимума через 48 часов и продолжается до 4-5 суток. И в связи с тем, что препарат длительно находится в кишечнике, это способствует потенции местного секреторного иммунитета. Надо также отметить, что препарат регулирует выработку иммунокомпетентными клетками и других цитокинов, которые принимают участие в патогенезе и активизации противирусной защиты. Ну и стимулирует развитие специфического иммунитета. Показания к применению и схема назначения. Лечение Кагоцелом. Препарат выпускается в таблетках по 12 мг. И преимущество препарата является то, что если при других препаратах, которые назначаются с целью лечения, рекомендация 36-48 часов, то здесь препарат не поздно начинать еще до 4-го дня болезни. Лечение герпетической инфекции включает генитальный и рецидивирующий герпес по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 5 дней. Это профилактика гриппа и других РВИ. 2 дня по 2 таблетки во время еды, затем 5 дней перерыв, всего 4-7 недельных циклов. Лечение гриппа и других РВИ. Важным является то, что препарат назначается не только при гриппе, но и при других РВИ. По 2 таблетки 3 раза в день в течение 2 дней, затем по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2 дней. И лечение урогенитальных хламидиозов. Ну и как вы видите здесь в патогенезе, а вот механизм действия препарата, представлен препарат двойного действия, это иммуномодулирующий эффект и также эффект противирусный эффект. Правда, противирусный эффект опосредован, непрямое противирусное действие. Клинические испытания Кагоцелла, препарат испытан у довольно элитных НИИ Украины, ну и также в университете имени Богомольца. Причем установлено важным моментом, установлено ускорение выздоровления больных с бронхолегочной патологией. Мы впервые применили препарат в Украине с целью лечения гриппа и других РВИ. Здесь представлено, что при 95% случаев среди инфекционной патологии занимают грипп и РВИ, а на 5% падают другие формы инфекционных заболеваний. Вот здесь представлены эпидситуации в Украине от 2010-2011 годов. Мы не брали в 2009-2010 годы, потому что вам эта ситуация известна. Мы имели дело с двумя волнами. Первая волна инфекции – это грипп Б. Брисбен, и вторая волна – это пандемический вирус гриппа Калифорния H1N1. Ну и ситуация на 2011-2012 годы – это грипп А, ПЕРТ, это H3N2, и также не исключена возможность циркуляции вируса гриппа Калифорния. Но и грипп Б. Правда, вирус Калифорния – это уже не тот вирус, который был в 2009-2010 годы. Мы обследовали больных с гриппом и ОРВИ, с грипп А и грипп Б, и также другие острые респираторные заболевания, которые и в 5% была микс-инфекция, хотя на самом деле микс-инфекция встречается значительно больше. На данное время различают в Украине следующие препараты, при помощи которых лечат грипп и ОРВИ. Это плокаторы М2-каналов, которые обладают противирусным действием гриппа А. Это ингибиторы функции нераминидаза, гриппа А и Б, это озолитимивир и зономивир. Также новый препарат, обладающий антинукропротеинным действием, ингавирин и другие, которые обладают иммуномодулирующим действием. Первые четыре препарата – это препараты, которые обладают прямым противирусным действием. А последний – другие иммуномодулирующие обладают опосредованным действием. Но в силу различных причин отмечается поиск новых противирусных препаратов. С одной стороны, это феномен резистентности, связанный с давним назначением препаратов и беспорядочным. Это локаторы нераминидазы, которые применяются только для лечения гриппа А и Б. Но дело в том, что если больной за температурой, у него болит голова и выражены другие признаки интоксикации, то он не спрашивает, этот препарат действует против гриппа или против других ревьей. То есть нет универсального препарата. Ну и для врачей тоже представляют большие трудности проведение диагностики между легкими среднетяжелыми формами гриппа и другими ОРВИ. То есть нет универсального препарата фактически. И следующее, это важно, это то, что небольшое число все-таки противогриппозных и противовирусных препаратов. Следующий слайд. Ну, дизайн исследования. Больных с гриппом было 44, и больных с другими ОРВИ было 39 человек. Больные с гриппом, это были все со среднетяжелым течением, а больные с другими ОРВИ, это были больные с легким и со среднетяжелым течением. Вот, причем с легким течением было несколько больше. Дали следующий слайд, пожалуйста. Вот, что мы получили при лечении Кагоцела. Вот, и лихорадка, и головная боль, и слабость, и кашель, вот, и явления трахеита, они колебались от 2,1 до 3,4 дня, за исключением кашель, который продолжался 6 суток. При сравнении с полученными результатами, полученными при азайтамивире, вот, показатели, показатель приближается, приближается к таковым у больных с азайтамивиром. Но надо отметить, что если при Кагоцеле, вот, эффективность доказана нами и при гриппе, и при других ОРВИ, то азайтамивир действует только на вирус гриппа А и Б. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, здесь эффективность Кагоцела в комплексном лечении боли другими ОРВИ в суток. Вот, и по сравнению с симптоматической терапией, и лихорадкой, и головной боли, и слабость, и катаральные явления, они были ниже, чем у больных с симптоматической терапией. Следующий слайд. Вот. Последние данные показывают, что эффективность рецидивирующего простого геркоса, можно усилить, вот, назначением Кагоцела, как иммуномодулирующий препарат, при этом доказано иммуномодулирующее действие, вот, и оккупирование, в следующий слайд, и оккупирование инфекционного процесса. Далее. Таким образом, клиническое эффективность Кагоцела, вот, осуществляет препарат противовирусные действия в отношении вирусу гриппа и других ОРВИ, что, как представляет ценность его, сокращает срок и течение гриппа и других ОРВИ, нормализует температуру тела уже в первые двое суток, вот, у большинства больных значительно оккупируется катаральные явления в первые двое суток лечения, и уменьшает длительность симптома интоксикации, ну, и целый ряд, так сказать, эффектов, которые заслуживают внимания при назначении данного препарата. Ну, согласно публикациям, вот, основные эффекты выражены, выявлены и при лечении герпетических инфекций, что, так сказать, при назначении Кагоцела с противовирусными препаратами, вот, которые направлены, по сути дела, эти тропные препараты, вот, такая ассоциация, вот, препаратов, вот, так сказать, существенно повышает эффективность лечения. Следующий слайд, пожалуйста. В отношении макролидов, здесь, так сказать, макролиды, группа препаратов, которые занимают достойное место среди других препаратов, вот, среди других групп антибиотиков, и по количеству атома углерода в лактовом колесе выделяют, ну, это вообще известный факт, 14, 5 и 6, 16-членные макролиды. Вот, ну, и вот представлены эти представители, появился новый, как, друппа кетолиды препарат, вот, с представленным здесь препаратом, ну, и достойное место, вот, среди 15-ти членов азолидов занимает азитромицин. Ну, препараты, макролиды, относятся к бактериостатикам, но в высоких дозах они также оказывают и бактерицидные действия, в частности, это стрептококки группы А, нестерия ленингитисис, стрептококкос пневмонии, боргетели, трептусисис, так дальше. Вот, наши фармаки кинетики, вот, высокий объем распределения, благодаря хорошей растворимости в липидах и низкому уровню ионизации молекулы, препарат хорошо проникает в ткани и в клетки, в частности, и в макрофаге, и нейтрофилы. Концентрация значительно больше в тканях, вот, чем в клетках, вот, а в клетках, вот, в 20 раз больше превышает, чем в сыворотке крови, вот, что способствует длительному, так сказать, сохранению препарата и повышению эффекта в плане противовоспалительного. Концентрация препарата в воспалительных тканях во много раз, его содержание в неповрежденных тканях, вот, и противовоспалительный эффект ряда макролидов, усиливается эффективность в экзотозе, иммуномодулирующий эффект, и период полувведения высокий, вот, в частности, у азотермицина, что это до 90 часов, ну, есть разные, и 60, и 78, 80, и 90, то есть, он период полувведения высокий. Ну, также используются макролиды в качестве профилактики микобактериум-авиум комплексов больных, вот. Ну, азотермицин, вот, подкупает то, что препарат обладает и грамм положительным, и грамм отрицательным эффектом, особенно на грамм отрицательную флору и на атипичные микроорганизмы, которые являются облигантными внутриклеточными паразитами. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, ну, и основные показания азотермицина, это основные показания в неболечной пневмонии нетяжелого течения, особенно атипичная пневмония, тяжелое течение в неболечной пневмонии в комбинации с цифалоспиринами третьего-четвертого поколения, средства выбора, вот, негонококовый ультрит, средства выбора, острая гонорея, урогенитальных лимидиоз и лимикоплазмоз, также средства выбора, и болезнь Лайма. А хочу сказать, что при болезни Лайма, вот, данные опубликованы, но, так сказать, в общем, и у нас есть публикация, вот, три публикации по лечению азотермицином болезни Лайма, ну, и не скроется, остановились потом, и дополнительные показания назначения азотермицина, стриптококрит, танзелит, ангиеноострый, средний азотер, скарлатина, хронического бронхита обострения, и неосложненные инфекции кожи мягкой ткани, и также гинекологические инфекции с комбинацией с бета-локтаном исследований. Ну, тем не менее, создаются ситуации, которые заставляют провести поиск новых антибактериальных препаратов, ну, в частности, вот, это возрастание числа бета-локтамазорезистентных штабов стриптококус-пневмонии, вот, при внеболичных пневмониях, это, так сказать, нарастание удельного веса внутриклеточных возбудителей, это устойчивость с макролидом и так далее, иммунодефициты, вот, и поиск новых препаратов или новых их форм, вот, в максимальной степени соответствующих требованиям, так называемого золотого стандарта при лечении заболеваний нижних отдыхательных путей. На рынке в Украине появился препарат Зитролекс, это азитромицин, его преимущество в том, что, сказать, он выпускается в капсулах по 250 мг номер 6 и 500 номер 3, вот, субстанция, высококачественная субстанция из Западной Европы, в период полувведения более 70%, ну, естественно, подкупает стоимость, это одна упаковка, это 60, ну, максимум 70 гривен, следующий слайд, пожалуйста. Ну, препарат пошел конический испытания, следующий слайд, пожалуйста. Вот, режим дозирования азитромицена и зитролекса при бронхолегочной патологии по 500 мг в первые трое суток лечения и 250 мг каждые 24 часа в следующие 4 дня. Вот, ну, также проведенные исследования, ну, немножко прежде, чем здесь, вот, я буду комментировать данные опубликованные, проведенные, это то, что при болезни Лайма, вот, азитромицин у нас где-то порядка 40 человек пролеченных и при легком течении, при остром течении болезни, при остром, а также при хронической форме болезни Лайма, вот, при различных формах хронических, в том числе хронической мигрирующей эритеме. И, пока, так сказать, поверхностный такой общет по сравнению с другими препаратами, с цифалоспоринами третьего поколения, с защищенными пенициллинами, что препарат азитромицин, он примерно занимает лидирующее одинаковое положение по, наряду, вот, с этими двумя группами препаратов. Вот, ну, и, сказать, да, есть договоренность о применении азитролекса при лечении, вот, этой патологии, которая в остром периоде никакого, так сказать, затруднений для, так сказать, здоровья больного не приносит, но за потом, при хронических формах болезни, это, так сказать, по нашим данным, это примерно 8-9% от хронической формы, вот, это недолеченные больные, нелеченные больные, вот. Ну, и, так сказать, зитролекс использовался в институте дерматовенерологии, вот, это данные их, вы их видели, я комментировать и не буду. И, следующий слайд, пожалуйста, да, и при острых, и при хронических формах, вот. И, опять, в отношении данного слайда хочу комбинировать, что препарат показывает высокую эффективность, и что больные в 60-90% самостоятельно прекращают прием антибиотиков или меняют схемы лечения, ну, и короткие, удобные курсы приема, вот, азитромедицина, вот, зитролекса. Ну, в заключении, вот, препарат заслуживает внимания, вот, в частности, при комбинации зитролекса с ИКГ целом, вот, как, так сказать, испытания, проведенные ранее, и, так сказать, это заслуживает внимания, повторяюсь, и зитролекса обеспечит высокий комплаенс, вот. Спасибо за внимание. Спасибо.